Мы приехали в больницу. Хочу Валю записать к педиатру, чтобы она дала нам направление к офтальмологу, потом еще кое-что нам нужно пройти. Вот такой центр Atrium Health, Ливайн написано, называется Children's, что-то там еще. Будем сейчас узнавать. Там такая люстра висит пафосная. Где регистратура? Southlake Professional Center. А, Dentistry. А, вот, да, Pediatrics. И на третьем, снова, а, на первом и на третьем Dentistry, Ортодонты, Adult Children. Вот, я как красота. Вроде должны принимать по детской бесплатной страховке, все бесплатно. Все, пойдем на второе, значит. Короче, вышли, они не принимают детей без прививок. У нас прививок нету. Я выписывала себе еще адреса, где могут принять, и нам здесь дали. Потеряли время, только полчаса. Так они звонили переводчику, мы так пообщались без переводчика, с переводчиком, но только время потеряли, полчаса выясняли, что им нужны будут прививки. Хочу показать вам красоту. Вот там вот куст, она не видно. Я там туда не пойду, к сожалению. Вот там тянется длинная дорожка и куст цветущий вдоль всей дорожки розовый. А здесь вон красотища. Беседка белая. Мы приехали теперь в Новант Хелс, попробовать записаться там, попытаться. Вообще есть педиатры и клиники, которые могут принимать детей без прививок, но найти не так просто. Список есть, вот эту рекомендовали, но они постоянно что-то меняют. И вот говорили, Этриум Хелс достаточно лояльный. Оказалось, что нет. И даже бывает, что один офис Этриум Хелс нелояльный, а другой более лояльный. Как вот, впрочем, и все службы, куда мы ездили. Где-то тебе помогут, сделают документы, где-то нет. Тут ходят по территории врачи. Сейчас обед. Не, ну там вообще красота. Сегодня у нас плюс двадцать пять градусов. Вот сюда приехали. Пациент. New patient, она говорила. Вот так заходишь, и ничего нету. Уже вторая клиника. Обычно у нас как, зашел, и тут регистратура с женщинами. А здесь нужно думать. Нован Хелс Фэмили, ортопедическая, дерматологическая, спортивная. Что-то я не вижу слова педиатрическая. Записали нас, не спросили ни про прививки, ни про, что там они обычно спрашивают, чек, чекаут или что это такое. Вообще ни о чем совершенно не спросили. Просила записать на завтра, вдруг выдают бумажку, вы придете сегодня. Короче, мы побежали. После школы Валю сейчас приведем. Надо еще заполнить документы. К педиатру только пока. Собрались к врачу. В больницу, к педиатру. Валя с новой бутылочкой. Бутылочкой на улице просто жарень. Попросила, попросила юбку надеть. Чего попа обожглась, да? Конечно, камни. Коварата была холодная, да. Камни кипятущие просто. Уже летают пчелы, осы, стрекозы. Все ожили буквально. Это юбка классная, юбка шорты. Просит в школу ее носить, а утром у нас-то плюс пять по-прежнему. В общем, утром на остановках люди все еще так одеты. А днем, тадам, без жара. А ты что, с той стороны? Все. Спустя час вышли. У них такой настолько долгий длительный прием, потому что вызывали опять переводчика по телефону. В общем, очень все долго. Очень прям. Мы здесь рядом, поэтому заехали в Гудвилл. Уже сто лет не были. Месяц, наверное, не были. А, пойдем посмотрим книжки, игрушки. Я хочу найти Алису в стране чудесно английском языке. Себе как-нибудь. Сто лет не была, я уже соскучилась. Смотрите, какая толстушка пять долларов. Классненькая. Ну, не толстушка, это некрасиво, нетолерантно. Соломка. А что это такое? Она пластиковая, да? 39 центов. Вечером никого нету. Сейчас быстро посмотрим и пойдем. Валь. Я думала, торт в лицо, игра нет. Это что-то другое. Вот. Что это за игра? Сопли из носа? Валь, смотри, какая игра. Все пустое, да? Смотри, Валь. Игра, брызги из носа называется. Металлофон. Не знаю, что-то надо делать. Ой, смотри, какая. Это. Смотри, это. Смотри. Может, ты купил это? О, это этот. Свен. Олень Свен. Так, мам, смотри. Что-то он поломанный, по-моему. Лошадки. Как я соскучилась по этой ерунде всей. Паша купила, главное, целый пакет. 99 центов вот это. Короче, он не играется. Просил, просил. А, это, это, это аттракцион такой был. Последний раз мы в Москве на таком катались. Правда, он был электро, короче, электрический. Да нет, Валь, это для малыша. Ты чего? О, 78 долларов, чудо. Чудо техники. Мини-печь. Она совсем маленькая, Валь. Глянь, какая она крошечная. Ну-ка, она закрывается? Она, наверное, сломана. Она не работает, да? Работает? Да. О, прикольно, можно, наверное. Посмотрим, что тут еще есть. Это Хэллоуин. Сахарница маленькая. Что тут есть, Виталь? Смотрю, тут обычно подставки себе. А вот подставка для телефона, для съемок. Вот есть. Но это большие. Мне теперь нужна маленькая. Попкорница, как ларек с попкорном. Какая люлька. С этой стороны мне, если честно, как памятник показалась. Странная люлька. Что это? Шарик? Нет. О, да-да-да-да. Какой красивый шарик. Друзья. Валя клетку для хомячка нашла. Иногда я ненавижу тебя, но всегда я тебя люблю. Как-то так. Ну, это делать в шоколаде этот, как называется, фонтан, да? Или как? А, фондю. Шоколадная фондю. Валя пошла в разнос. Пошла уже просить клетку для хомячка. Не знаю, зачем. Какая классная лошадка интерьерная. 3 доллара. Смотри, Валя, кого нашла. Это ужасно. Есть самое ужасно. Ну, а это? Виталь, смотри, какой лепс. Виталь, я лепсу нашла. Похож, когда он орёт. Когда он поёт, орёт. А? Хрюня. Не знаю, что тут делает хрюня и почему она вся... В общем, это какая-то острая. Хрюня опасная. Так. Я в своих любимых книжках. Посмотрю, может, найду. Главное, как-то, когда мне она не нужна была, была Алиса в «Стране чудес». Ну, правда, не с жутко красивыми иллюстрациями. Я люблю книги, если именно покупать книгу детскую, чтобы такие приятные были иллюстрации. Там что-то такое было некрасивое. И вот после этого мне вообще ничего не попадалось. А я хочу прочитать Алису в «Стране чудес» именно в оригинале. «Питер Пэн» есть. Сато. «Скуби-Дум». Вот что нашлось. Тонкая, в общем, это интерпретация. Чисто Волдисней мультик. Ерунда. В книгах явно мамай прошёлся, потому что очень мало книг. Сегодня четверг и, видимо, не знаю что. В общем, в определённые дни их много. В конце недели их, наверное, мало. Сдают в основном по воскресеньям, субботам. В общем, ничего нет абсолютно. Здесь у нас до сих пор всё новогоднее. Очень много. Это сезонные товары, но не успели распродать ещё такое новогоднее. Ещё и Хэллоуин. Я вижу уже Валю с папой что-то не там. Вот тут, кстати, классные спортивные товары. Можно недорого приобретать. Айсию. Да, осталось купить, чтобы... А чё она не прыгает? Она сломанная. Она сломанная. Вообще здесь... Вот мы покупали... А это что? Мотыга? Землю баронить. Покупали... Что тут покупали? И ролики, и велосипед. Давай на один, на один. Валя, это знаешь что? Это забивать мячик в лунку. Где здесь мячик? А где? Где здесь мячик? Давай, клади клюшку. Аккуратненько. Это гоблик. Игра. Это гоблик. Я как-то хотела купить ещё в России. Но... Не купила. Не знаю. Раз, два, три, четыре. Как-то играть в неё. Вот. Люблю в этом кресле сидеть. Но... У нас жалюзи, конечно, замечательно просто в кавычках смотрятся. В общем, что я... Зачем я хотела Валю показать педиатру? Для того, чтобы нам выдали направление к психологу, во-первых, а во-вторых, к офтальмологу. Офтальмолог нам требуется. У нас был свой такой проверенный уже врач в России. И мы периодически консультировались. Вот. Здесь нам нужно сделать проверку зрения. Пройти там обследования кое-какие. Психолог нужен тоже по разным проблемам. В том числе по адаптации в школе. Чтобы Валя начала общаться... Начала общаться с педагогами. Потому что пока что этого не происходит. Мы пробовали и с самими педагогами работать, и с логопедом, и с психологом школьным. Но нужна еще будет такая дополнительная помощь. Поэтому пойдем, попробуем психолога от больницы. Не знаю. Длился прием целый час. Сначала пришла медсестра. То есть у них такой порядок действий. Приходит медсестра. Она делает опрос, зачем пришли. Меряет там температуру. Замеряет кислород в крови. Вот это на пальчик аппарата надевается. Потом давление. Потом слушает. В общем все измеряет рост. Каждый раз взвешивает. Цветы заносит. Потом уходит и переходит через время педиатр. Долго. Через большое время. И поскольку мы привязаны к переводчику. То есть это тянется еще в два раза дольше. Пока переводчик меня спросит. Переведет. В общем это гораздо дольше прием проходит. Потом пришел педиатр. В общем опять все это частично заново опросил нас. Зачем мы пришли. И пришлось все это опять повторять. И тоже сделал кое-какие-то там. Тоже давление измерила. Ну и вот попыталась нас записать. Ходила куда-то там. Минут 10-15 ее не было. Сказала что перезвонят. Завтра по поводу офтальмолога. И вот они ищут. Как я поняла она хотела вообще русскоязычного психолога найти. Потому что видимо с психологом естественно нужно будет общаться. То есть Валя должна будет как-то реагировать. Отвечать. Я если честно себе не очень хорошо представляю. Как можно работать с психологом не на том языке. Не на родном языке. Ну посмотрим. Посмотрим как пойдет дело. Я читала отзывы других. То есть когда вот такая проблема с адаптацией возникает. Там на самом деле достаточно много проблем. Почему это может возникать. Я не буду вдаваться в эту тему. Но они буквально могут вызывать специалистов в школу. И школа будет работать с этим специалистом. Специалист их будет обучать. То есть если у ребенка имеются какие-то проблемы. Ну не обязательно наши проблемы. Но самые разнообразные проблемы. С коммуникацией или еще с чем-то. То они работают со школой. И обучают педагогов как нужно с детьми контактировать. Какой у нас опыт будет. Если что-то будет интересно. Я с вами буду конечно делиться этой информацией. Но я вообще вот читала такой отзыв. Что была похожая проблема у одного из детей. И они вот работали комплексно. Плюс ребенка возили еще на группы дополнительные. Чтобы он адаптировался тоже. То есть вливали его в общество. То что все люди, все дети разные. Кому-то что-то легко дается. Кому-то более трудно. Единственное что меня волнует. То что мы сейчас найдем конечно здесь специалистов. И летом если переезжать. То опять все это делать заново. И получается не выйдет нормально выстроить вот такую работу. Психолог-педагог в школе. Ну хотя бы найдем. Начнем копать. В каком-то хотя бы направлении. Думать что нам дальше делать. Вчера я начала смотреть как говорила. Бегущий в лабиринте. В оригинале. Меня увлекло. В общем я почитала сначала отзывы по фильму. Отзывы были так себе. Но получше немного. На один балл лучше этот фильм оценили. Чем дивергента. Но все равно так. Серединка на половинку. Мне понравился сюжет. Дерево за окном у нас. Уже отрастила себе сережки. Еще неделю назад их не было. Только начинало дерево. Немножечко так озеленяться. И тут вдруг раз. Каких-то два дня назад. Сережки эти. Начали появляться. Очень все быстро распускается. Вот сегодня ездили. И с удивлением смотрела на очередные розовые какие-то кусты. Тоже буквально за несколько дней. Они раскрываются, раскрываются. Все новые, новые цветочки. Но много еще деревьев. Вон как видно. Абсолютно лысых еще им. Растить и растить листики. Еще не спешат почему-то.